Всем привет, меня зовут Александр, мы с вами продолжаем играть в Ark Survival Evolved на нашем серваке с модификацией Eternal. Eternal, соответственно, в ближайшее время появится второй сервер, чтобы разгрузить этот, потому что здесь очень большая нагрузка. Все ссылочки на группу ВКонтакте будут в описании под видео, а также на название серверов. Итак, мы с Монодесу уже забыли себе достаточное количество хитина, нам, в принципе, этого должно хватить, но нужно еще немного кожи и, может быть, даже промита подсобрать, чтобы можно было начать делать киблы или улучшенное мясо. Окей, пойдем. Пошли налево и вдоль берега до дома. Мне кажется, там безопаснее всего, потому что справа было очень много всяких хищников. Сейчас, секундочку. Че это такое? Смотри, на той стороне кто-то резинозавры усыпил, кажись. Ау! Ты представляешь, что произошло? Обалдеть! Вот это да! Нам с тобой тогда нужно сейчас быстренько туда бежать и добывать себе эти самые, как его, хитин кератин из трупов. Где мы с тобой умерли? Мы с тобой умерли левее. Видишь, там как раз internal, там волк internal и раптор огненный. Я попытаюсь пробежать и убежать туда вдаль. И утащить за собой. В общем, пожелай мне удачи. А ты заберешь вещи и отойдешь куда-нибудь сюда, и я сейчас вернусь. Я сейчас умру и вернусь. Все, я пошел. Так. А эти там все, да? Он че, согрелся, что ли? Черт, дрянь. Он согрелся. Ладно, бежим. Бежим! Плевать, бежим. Просто бежим вперед. Просто тащим их отсюда. Тащим их, тащим их. Я вижу. Я вижу справа. Сейчас кто-нибудь меня догонит. У меня просто скорость 115%. Я уже прокачал. Я уже прокачал себе. Они бегут за мной. Они за мной бегут. У меня все получилось. Теперь главное, чтобы она забрала сумки. Тащим их отсюда как можно дальше. Это что такое? Сверяло. Это выдра, что ли, да? Это, походу, выдра. Прикольно. Так. А что, если я сделаю вот так и вот так вот как-нибудь? Ху, прикольно. Прикольно. Есть, 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 есть. Есть, мне кажется, я почти убежал. Мне кажется, я почти убежал. Или почти умер. Одно из двух. Жесть. Давай, 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 дружище. Тащим. Ну, давай. Нет. Ай, ай, ай. Черт побери. Черт побери. Слева что-то ядовитое было. И выносливость закончилась. Все. Все. Я не знаю, что получилось, не получилось. Сейчас у Монадеса спросим, получилось. Фуф. Все, я отдохнул. Пошли дальше. Мазила. 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 Нет. Нет. Все, все путем. Там, походу, Дрейк. Там, походу, Дрейк. Тихо. Сюда. Сюда. Вроде не следует. Я думаю, что успеем. Я думаю, что успеем. Ну и давай. Ой, черт. Зря я это сделал. Живем. А Монадеса что ли не пошла? Пошла, забрала сумки. Сумки забрала, да? Все ок. Все ок. Надеюсь, что все ок. Мортефакт. Есть, отлично. Отлично, отлично, отлично. Это моя сумка, да? Да, моя сумка. Уф. У нас все получилось. Все сработало. Блин, это было рисково. Хе-хей. Я знал, что сработает. Привет. У меня просто... Я прокачал скорость до 115. Я знал, что сработает. Рапторы не догоняют на 115 тебя. Они не ускоренные же никто. Они самые обычные. Дай мне там какие-нибудь мои вещи, пожалуйста. Сейчас я закрафчу два седла. И у нас с тобой будут птеры. Все, шикарно. У нас с тобой паптерчику есть. Главное теперь их не терять, слышишь? Эх, обидно, что потеряли всех рапторов, но, как видите, хоть и ПВЕ-шный сервак, но мод действительно очень-очень сложный. Он добавляет сюда реально очень мощных животных, которые встекают ай-яй-яй как. Причем, если не ошибаюсь, когда этот альфач первым делом выплюнул, он снял меня с седла. А уже только после этого убил наших рапторов. Если не ошибаюсь, именно так и произошло. То есть нужно быть с ними очень-очень аккуратным. Я вижу вот там какой-то лучик. Сейчас летаем с вами до него, посмотрим, может быть, там что-то вкусное будет. Что, кстати, прикольно. У нас практически не заканчивается выносливость, потому что ее просто немерено. У нас с вами ее 12 тысяч, 35 тысяч здоровья. Носимый вес 3900 у этих птеров. Я даже не ожидал, что они настолько крутые, настолько мощные. Было бы еще прикольно, конечно же, себя приручить. Какой? Чего творится? Не, я передумал. Я вспомнил про... Да, я вспомнил про этих самых... Про кролев пауков, которые водятся на болотах. И очень резко передумал туда лететь. В принципе, слева есть белый луч, но он мне не нужен. Сейчас, наверное, у нас будет основная задача. Это просто немножечко... Пофармить. Просто пофармить. Так, секундочку. Здесь у нас... Вот, отлично. Вот это я хотел взять для птерчика. Забираем. Ага. Сейчас вообще есть резон просто полетать, пока у нас есть удвоенный опыт покачать птера. Можно ему прокачать скорость передвижения. Кстати, да. Это одна из самых главных настройок, которому сейчас нужно прокачать. Урон у него, в принципе, очень неплохой. И нужно нам обязательно просто убивать все подряд все, что мы с вами найдем и встретим. Чтобы его прокачивать. Только вот этого все подряд пока что ничего мы с вами не встречаем. А вон, в принципе, там трайки есть. Сейчас можно их поубивать. Мы с них получим с вами довольно-таки большое количество... Я думаю, что мясо... Ой, секундочку. Что-то я немножечко мимо проскочил. Офига, у тебя скорости какие-то непонятные, а? Так, трицерапторская. Хорошо. Нам нужно мясо, нам нужна кожа, нам нужен кератин. Все нужно, потому что сейчас у нас ничего нету. Мы все только что потеряли. Элементальный проклятый. Но я не думаю, что он нас сможет убить. Я не думаю, что он нас сможет убить. Как-то я не обратил, что это элементал. Вау. С другой стороны, мы должны с него, по идее, много получить опыта. Я на это надеюсь. 749 тебе. 300 урона, да? Сколько урона наносит? 233. Это не страшно. Это абсолютно не страшно. Мы ему наносим гораздо-гораздо больше. Так, будем потихонечку кругами летать. Сейчас его забьем. Так, мы его с вами забиваем. Фуф. На самом деле, с него, мне кажется, не так много и опыта-то дали. Пришлось даже один раз от него отлететь, сесть отдохнуть, потому что он реально оказался довольно-таки сильным. Но, слава богу, что вот эти птиры, они, ну, вот эти животные вообще элементальные и улучшенные, они очень быстро лечатся. Нам с вами нужен какой-нибудь хищник, какой-нибудь мощный, тирекс или что-нибудь из-за того, потому что с него мы получим гораздо больше опыта. У нас, кстати, с вами уже 86-й уровень. Нет, даже больше получается. Вру, даже больше. Так, секундочку, нужно стойкость прокачивать до 80. Ладно, этого нам хватит. 97-й уровень прокачиваем. Ну да, ребят, у нас здесь на серваке все очень приятно, очень просто. Конечно же, следующий сервак я сделаю, может быть, немножечко посложнее в плане набора уровня. Но пока что вот так вот сделал, чтобы немножечко вообще отдохнуть от всего этого. О, смотри, 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 смотри. Смотри, длинная, такая. Она на него, что ли, сагрилась? Ага. Вот ведь зараза. Ну-ка. Я смогу ее усыпить, интересно, вообще? Тихо, тихо, тихо. Так, Парацерий улетает, уснув. Хватит рычать. Хватит рычать, а? Давай, 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 прекращай. Прекращай рычать. Ой, черт. Аккуратней. Это что там такое сейчас приползло? Вау. Секундочку. Это что за Рекс? Самка Робот Рекс. Ого, я такого еще не видел. Интересно, как ее приручить? Она будет сражаться с... Туман начался. Такое ощущение, что, смотрите, она, паучиха для нее расчищает здесь все, а она здесь все пожирает. Обалдеть. Может быть, я немножечко сейчас с ума схожу? Но я хочу себе этого робота Рекса. Просто он 60-го уровня. 60-й уровень это очень маленький. И я не думаю, что он будет очень сильным, или его будет очень сложно как-то приручить. Единственное, что он куда-то делся. Единственное, что он куда-то, зараза, такая ушел. Он же здесь был. Эй, привет, лягуха. Привет, лягуха. Он был где-то здесь сейчас. Во! Секунду. Что-то... Кто-то или что-то его усыпил. Но это точно был не я. Это была... Брудмазер? Вон, смотрите, еще один. Только я даже не знаю, что это такое. Нет, скелетал. Это немножко другой, да? А самка робота Рекса, 160-го. Секунду, хорошо. Та, 160-го. Приручает ничей. Потому что ее усыпила, скорее всего, это самое, как ее. Брудмазер. Ну-ка, спокойно. Девочка. У тебя 844 тысячи торпора, 153 тысячи здоровья и еда у тебя вообще на нулях. Это очень интересно. Секунду. Секунду, секунду. Если не ошибаюсь, она приручается самым обычным праймитом. Она приручается? Она приручается. Мы сейчас с вами себе робота Рекса приручим. Ну и что-что 60-го уровня? Вау! По сколько процентов? Черт. А че-че-че-че-че-че? Я же не все забрал, нет? Нет, я не все забрал. Там еще мясо есть. Кушай. Кушай, кушай, кушай. Я не хотел, извини, пожалуйста. Я не хотел забирать. Тихо. Кто? Откуда звук? Это... Это... Вон там. Это происходит вон там. С кем она сражается? С элементальным Дайр Вульфом? Она просто чертовски агрессивная. Она грязет все подряд даже... Волков. Которые просто здесь бегают вокруг. Ну-ка мы вот так вот заберем, а теперь обратно все переложим. Может это нам поможет? Давай, 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 давай. Давай, приручайся. Черт. Где? Где? Надеюсь, что не очень близко. Смотри, что творится. Вот там еще кто-то лежит усыпленный. Этернал трезинозавр 60-й. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Вот там что-то гигантское. Мне кажется. А, нет, сарказух просто застрял. Спокойненько, спокойненько. Ты приручаешься? Да, ты приручаешься. 48%. Сейчас Монодесса удивится. Сейчас Монодесса удивится, когда видит, что я ей предвиду. Альфа-карнотавр 100-го уровня. Не будем подходить близко, потому что это может быть чертовски опасно. Я не знаю, на нее нужно седло или не нужно седло, но она почти приручилась. 96%. Давайте сядем на птирчик, на всякий пожарный. Да, она приручается. Робот Рекс. У нас с вами Робот Рекс. Пускай маленькая, ничего страшного. Стоп. Стоп, остановись. Остановись. Давай-ка на пассивность. Ты будешь за мной следовать. На тебя седло нужно, да? Да, экипируйте седло. Секунду, я у тебя заберу мясо. Ты не против? Потому что мне оно еще пригодится. 230 тысяч здоровья, 23 тысяч выносливости. Вообще, пошли-ка отсюда. Пойдем отсюда. Давайте отсюда буду потихонечку выводить как-нибудь. Я не знаю, сторонкой, сторонкой, бочком, бочком. Рексик за мной. Вау. А в какую сторону мне нужно идти? Я что-то немножечко потерялся. Мне далеко, конечно, идти. Но я думаю, что мы доберемся. Нам главное выйти сейчас на побережье. И побережье, если не ошибаюсь, где-то в том направлении. Жалко, на ней ехать нельзя. Было бы прикольно. А чтобы сделать на тебя седло, что нужно? Может быть, тираннозавра обычного седла нужно? В верстаке делается. Наслитков металла, правда, не хватает. Но, блин. Если обычный тираннозавр, то у нас очень скоро появится очень мощный с вами Рекс. На котором конкретно можно кататься и грызть все подряд. Пошли со мной. Вот сейчас Монадесу удивиться. Мы здесь уже поставили себе парочку плавилок. Сгонялись за металлом с Монадесу. Сейчас быстренько есть вот отлично наше седло. Я надеюсь, что оно подходит. Сейчас с вами заодно это и протестируем. Я надеюсь, что именно его, да, именно оно сюда и подходит. Поскольку прокачиваешься ты у нас, немножечко сервак полагает, по 10 тысяч. Выносливость у тебя хорошая, в принципе. Куда пошел? Эй, эй. Эй, Монадесу отдай. Куда пошла? Отдай. Хулиганка. Я такой сижу записываю. Она дын-дын-дын почесала. Молодец. Зверюга. Так, на Х у него ничего. На С у него ничего. На правой клавише мыши у него... Рык. Так, нам нужно с вами кого-нибудь найти для теста. Какое-нибудь животное. Какое-нибудь живое вообще существо, чтобы его укусить. 16 тысяч урона. 16 тысяч урона. Вот это неплохо, честно говоря. Пойдемте немножко попугаем островитян. Посмотрим, кто чем дышит, кто что успел построить, кто что успел приручить. Ну, хоть какая-то цель карбанная местна, армуль. Нам с вами нужно нормальное животное, какой-нибудь нормальный противник, чтобы с ним можно было спокойно так посражаться вовсю. В принципе, у нас с вами довольно-таки много здоровья получается. Сейчас 262 тысячи, 272 тысячи теперь. То есть этого нам должно, по идее, хватать, чтобы, не знаю, чтобы поражать кого хочешь. И убивать кого хочешь. Огненный. Куда полетел стопе? Нет, альфа. Кстати, альфа. Это было интересно. Мы очень неповоротливые на самом деле. Но только что мы с вами получили альфа-сарко-седл, то есть седло на альфа-саркозавра. Мы с вами только что получили этернал кибл. Там нас кто с вами ходит? У нас там с вами прайм-теранодон 600 уровня. Праймушка. Он агрессивный или нет? Оу, секунду. Это же получается у нас робот-паразавр 100. Прикол. Вот это да. Секундочку. Прайм-теранодон. Ты вообще агрессивный или нет? И можно ли тебя приручить пассивно? Можно ли его пассивно приручить, как думаете? Нет, я не вижу опции пассивного приручения вообще. Там бы хоть что-то было написано, скорее всего. Ммм, секундочку. Это пошло сюда. Ну и скорее всего и не этим его нужно приручать, а прайм-мясом. То есть вот смотрите, у нас там есть мясо, мид, если мы введем на английском языке. Мид. Альфа-мид. А вот это eternal prime-мид. То есть the only thing will primes. То есть вот это, только это едят праймы. То есть именно вот этим мясом его нужно приручать. Скорость передвижения у него, конечно, очень низкая. Но ничего с этим не поделаешь. С этим просто придется смириться. Но зато это очень крутой Рекс. И очень классно выглядящий. Как же это круто. Кстати, у меня такое ощущение, что они переработали... Они реально, мне кажется, переработали этот самый как его остров. Потому что, мне кажется, раньше здесь графика была похуже. Здесь как-то все было похуже. Мне кажется, за последний вот этот год, который я не играл на острове, или сколько там я не играл, он стал реально красивее. Он стал реально красивее. Я абсолютно не могу найти никаких динозавров. Как странно. Ага, вижу-ка, прозуха. Окей. Альфач вроде. Неплохо так. Да, альфач, все правильно. О, смотри, мы с него получаем красную кирку. Шикардосенько. Получаем сердце... Сердце гигантозавра. Ты сейчас шутишь? С него. И что еще? Коготь сумчатого льва. Обалдеть. Слушай, 16 уровней тебе вкачали только что. Подожди, погнали еще кого-нибудь поищем? Погнали еще кого-нибудь поищем. Погрузим. Главное сейчас не нарваться на какую-нибудь проматерь здесь. Это будет крайне неприятно. Так. Меганевры. Ну-ка, дай пролезу к тебе. Ну-ка, дай-ка. Спасибо за мясо. Юный. 36 с сырой первосортки. Шикарно. Еще пара царчик. Привет. Благодарствую. 17. Итак, ребята, я тут пока на Рексике катался. Я встретил 600-ю альфа-виверну. Где-то она здесь была. Сейчас мы ее с вами найдем. Вон она, кажется, да? Соответственно, взял птирчика. Сейчас попытаемся ее усыпить и приручить. По идее, она должна приручаться обычным праймясом. Ну, также есть специальный корм для нее. Но и обычным праймясом тоже можно. Правда, все эти корма повышают привязанность сразу тебе у виверны и у животного любого. Если не ошибаюсь, дают гораздо больше статистики. Это нужно тестировать. Но тестировать мы это с вами будем, скорее всего, на отдельном закрытом сервере. И снимать на отдельном закрытом сервере. Просто здесь реально начинает лагать, когда сервер полностью загружен. То есть, как бы, играть можно. Давайте сейчас попытаемся ее сначала с рубаля поусыплять. Я надеюсь, что все получится. Правда, она, зараза, очень быстрая. О, господи, как она носится-то, а? Так, ладно, все, я понял. Хорошо, давайте пытаться на птирчик ее догнать. При помощи птирчика ее попытаемся усыпить. Вообще, она не должна быть очень сильной, но она реально очень быстрая. Ее потом можно будет еще и улучшить. Так вот, записывать становится очень сложно по нескольким факторам. Я, конечно, понимаю, что очень многие хотят вступить ко мне в трайп, там, не знаю, пообщаться или еще что-то, ребят. Но у меня цель записывать выпуски, интересные видео. Это моя основная цель. И если на сервере играет, там, человек 70, и 70 человек может, там, не знаю, как-то со мной пообщаться на сервере, то выпуск смотрит где-то порядка 40 тысяч человек, 50 тысяч человек. И это просто, на самом деле, несопоставимые цифры. И выпуски я снимаю для всех. И поэтому выпуск должен быть просто интересным. А так я, 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 на самом деле, отвлекаюсь на сервер, на решение проблем у людей. Просто отвлекаюсь на все это дело, на общение. И вообще ничего не записываю. Опять уходит 3-4 часа в никуда просто на то, что я сидел и болтал с людьми, там, общался. Это, это неправильно. Мне тогда не будут выходить никакие выпуски. Абсолютно не получается нормально записывать из-за этого выпуски. И ты утратишь на это гораздо больше времени. Именно поэтому я понимаю, почему все англоязычные ютуберы снимают на закрытых серверах. Все по той же причине, потому что тебе просто не дадут снимать. И другой момент. Сейчас по всей карте разбросано огромное количество животных. Мне, чтобы найти для себя животное, опять же, приходится тратить гораздо больше времени. А ведь мне потом еще придется монтировать выпуск. А это еще часов 5-6, да? И второй момент. Как только я начинаю кого-то приручать, что-то делать, опять же, набегают люди. Начинают прыгать перед камерой. Ну, то есть, перед лицом прыгать. Начинают пытаться поговорить со мной. То есть, мне приходится отключать звук, чтобы что-то рассказывать. И как бы людям обидно, потому что такое ощущение, что я их игнорию. И вообще, хамло какое-то, да? Вот. И с другой стороны, и мне выпуск не дают записывать. Сразу минус там, минус там. Так что, именно поэтому я ухожу на... Опять ухожу на закрытый сервер. И теперь все время буду снимать оттуда. Но зато для вас, для всех остальных игроков, которые именно хотят поиграть, а не поиграть со мной, будет теперь 2 сервера, на которых будет по 70 слотов на каждом. То есть, как показала практика, это оптимальное число, чтобы сервер меньше всего лагал. И я думаю, что как раз отколется довольно-таки большое количество людей тех, которые именно конкретно со мной хотели пообщаться там в игре, побегать в игре, что-то делать. Я понимаю, что это просто невозможно. Я, скорее всего, с собой на серверах заберу своих старых компаньонов каких-то. И с ними будем снимать как бы совместочку, чтобы можно было воплотить идеи там постройки деревни, постройки красивых, я не знаю, зданий, оформления всего красивого, да? Потому что в одиночку это очень долго делать и очень сложно. Скорее всего, действительно, возьму каких-то старых компаньонов и с ними поиграю. А также на этом новом сервере я собираюсь протестировать ПВП режим. То есть, насколько мне нужно сделать сильнее постройки или сделать, точнее, уменьшить урон динозавров, модифицированных по постройкам, чтобы можно было сделать ПВП сервак, и динозавры вот эти модифицированные не сносили всем дома, чтобы можно было ПВПшиться. Вот, будем это там тестировать. Как только разберемся с настройками, будет ПВП сервер еще, помимо ПВЕ-жных серверов. Я думаю, что в итоге люди разойдутся по трем серверам играть, и им будет вполне комфортно. То есть, не будет такой перегруженности, не будет таких больших лагов. Я думаю, что где-то... Ну, я надеюсь, что человек по 50-60 будет играть на каждом сервере, и всем будет комфортно играть. И опять же, не будет от этого фактора, что люди просто заходят в игру, чтобы меня выловить в игре, и сидят на сервере, чтобы выловить меня, вместо того, чтобы просто поиграть в модифицированные арки. И не дают тем самым заходить на сервер всем тем, кто просто хотел бы поиграть. И смотрите, вроде тактика вполне против нее работает. Пролетаем туда-сюда и ударяем ее. Торпор у нее потихонечку набирается. То есть, сейчас... Ну, не знаю, сколько придется потратить. Может, минут 10-15, чтобы ее так усыплять, потому что у нее там очень много торпора. Что-то там под 2 миллиона я смотрел через трубу. Это модифицированная труба. Это я отдельный мод поставил. Она всем доступна на 23-м, что ли, уровне, или 20-м уровне, что-то типа того. Можно сделать их там два вида. Вот нужно делать вот эту красную с надписью RMB. И правой клавишей мыши. Мне кажется, она удобнее всего. Именно она работает. Вторая, кажется, не работает. Так, ну я ее уже минут 10 или 15, получается, бью. Но, правда, у меня птерчик слабоват. Птерчик нужен посильнее. Я сейчас уже даже не знаю. Я последний раз смотрел, там было 2 миллиона. То есть, мне кажется, осталось набить совсем чуть-чуть торпора. Ей, может быть, еще ударчик 4-5 попасть. Смотрите, она меня ударила. Тоже тискакашек. Жесть. Когда тебя ударяет твоего динозавра с этой модификацией, он начинает очень резко отъедаться. И тем самым лечиться. Есть, 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 есть. Мы ее усыпили. Отлично. Просто отлично. Мы ее усыпили. Он начинает очень резко отъедаться. Летит огромное количество какашек во все стороны. Ну и у него восполняется жизнь. Именно так сделано в этом моде. Так, давайте посмотрим. Так, я вижу довольно-таки большое количество молока в Верна. Это хорошо. Это можно этим отъедаться и лечиться. В принципе, ДНК даже чуть-чуть есть. Почему-то она вроде усыпленная, но все равно ДНК. И ее можно будет улучшать, пардон. При помощи мозгов зомби Виверны ее можно улучшить, эволюционировать на следующую стадию. Она может быть сильнее, быстрее. Зараза, ядовитый, кажется, если не ошибаюсь, может быть. Ну то есть там 4 опции, куда ты можешь ее проэволюционировать. То есть сейчас эта альфа Виверна, она не столь сильна. У нее и урон маловат, и в принципе здоровья не так много. Но вот эволюционированная альфа Виверна, она будет гораздо сильнее. Нужно будет обязательно где-нибудь раздобыть эти мозги зомба Виверна этих странных. Не знаю, где они могут стоять. А также я хочу все-таки на тот сервер поставить другую карту. Немножечко другую карту. А потом, возможно, поставить ее и сюда, на этот сервер. И изменить остров на ту вторую карту. И ко мне уже прилетел еще кто-то посмотреть, что здесь происходит. Да, уж понятно. Ладно. В принципе, торпор падает довольно-таки быстро. Но я себе сделал одну бутылочку Тейминг Пушина. Так, секунду, он спрашивает, как я ее усыпил. Секунду, давайте напишем. Птером. Окей. Но я себе сделал одну бутылочку Тейминг Пушина. И у нас с вами есть альфа мясо. Так, секунду. Хорошо. Давайте быстренько сейчас попытаемся использовать на ней и Тейминг Пушин. То есть, по идее, он должен опустить еду в ноль. И полностью набить оглушение. И посмотрим, насколько хорошо она приручается этим мясом. Потому что, если она не приручается этим мясом, придется еще быстро прайминг где-то здесь собирать. Ты кушать-то будешь? Это то самое мясо. Знаете, что нужно было, наверное, сделать? Альфа киблы. Я что-то об этом не подумал. Альфа киблы же делаются из просто яиц вот этих додошек. Как же я про это забыл. О, приручение пошло. Все хорошо. Но, да, мяса маловато. Приручение пошло, но этого мяса маловато будет. Так, ладно, положим туда обычное мясо. Хорошо, я все понял. И нам нужно где-то прайминг добыть. Сейчас мы с вами какую-нибудь бронду найдем в округе. Или еще кого-нибудь быстренько зарубим. И добудем с него прайминг. Не знаю, тут постоянно с этим праймингом какие-то проблемы с животными. То есть, они то приручаются, то приручение останавливается. Видите, сейчас опять замерло. И она типа не кушает. Из-за чего это так происходит, вообще непонятно. И это происходит не только с Альфа Виверной. Это происходило с Рексом. Это происходит с другими животными. Но, в принципе, он там полежит, полежит, полежит. Или ты вынул, положил обратно. И оно продолжает, ну, то есть, животное продолжает приручаться. Можно даже не вынимать. Можно просто оставить в нем. И она сейчас, по идее, должна продолжить кушать и приручиться. О, она приручилась. Фу. Ты посмотри, посмотри, с какой скоростью летает. Вау. Вот это жесть. Вот это просто нереальная жесть. А как мне теперь тебя оттуда выцепить? Ладно, придётся на птерчике, наверное, к тебе подлетать. Давай-ка мы тебе поведение следовать и полетели туда к ней. А про седло-то на альфа-виверную я и забыл. Пришлось летать обратно домой и его делать. Ну, на самом деле, оно очень дешёвое. Там 400 кожи, 200 волокна, 50 металла и одно сердце Дина. Этого всего у нас уже добра просто навалом. Так, ну что, давайте протестируем. 898 уровень получился, кстати, очень неплохо. Давай на пассивочку поставим, чтобы ты, если что, ни на кого у меня не согрелась и не улетела. Потому что тогда тебя просто будет не достать и не найти. Они очень-очень быстрые, в этом плане нужно быть очень аккуратным с ними. Так, давай тоже на пассивочку. Всё, отлично, ты за мной следуешь. Ну что, виверночка, полетаем. Так, птерчик за мной. По идее, она должна быть... Давайте просто протестируем, насколько медленнее птер. Ну, буквально, даже без шифта. Смотрите. Смотрите, насколько птер медленнее. Ну, просто да, если я сейчас на шифте полечу, мы просто... Я не знаю, за нескольких секунд долетим вот до тех дальних берегов. Эх, ладно, сейчас оттащу птерчика куда-нибудь в безопасное место, и мы его с вами протестируем. Мы подлетаем к нашей базе. Тут уже безумие какое-то творится. Меня постоянно ждут люди около базы. Постоянно всё тусят, тусят. Ладно, ничего страшного. Но тут есть ещё одна такая небольшая фишка. На этом птерчике можно летать под водой. Разве это не прикольно? На этих птерах можно прям летать под водой. Я не знаю, ну как это сделано, как это они реализовали, разработчики этого мода. Но это просто суперски. Не просто летать, но ещё и атаковать всех подводных тварей. Естественно, конечно, у птера заканчивается кислород, у меня заканчивается кислород. Но у птера кислорода просто немеряное количество. Так что там буквально, не знаю, раз в три минуты вынурнув, будет всё в порядке. То есть, видите, это просто шикарнейшее. Нужно будет потом опять же посмотреть, какие ещё динозавры могут вот так под водой летать. Но я на самом деле вот этого даже не знал. Я там нашёл абсолютно случайно. Просто залетев в воду как-то по инерции и понял, что на нём можно под водой летать. О, самочка робот Рекса. Так, она мне 13 тысяч всекла. А ей 20 уже. Ну, я уже немножечко прокачал урон в ближнем бою. Но да, честно говоря, как видите, урона мы наносим не так много. Даже если выдох делаем, то это всего-навсего нам даёт где-то 40 тысяч в совокупности, если мы хорошо попадаем. Да, где-то около 40 тысяч мы наносим уроном, выдохом. А горение очень маленькое, по 75. То есть, сам выдох наносит много, удары наши наносят много. Но, в принципе, в принципе, неплохо. Конечно, если бы это была прайм-виверна, она бы наносила по 50 тысяч. Как помните, в обзоре там есть животные, которые по 50 тысяч наносят урона, по 40 тысяч урона носят. Этого, конечно, маловато, но всё равно очень-очень неплохо. С учётом того, что приручилась она довольно-таки легко. Вообще, альфачи легко приручаются. Они не такие сложные. И на этом сегодняшний выпуск давайте завершать. Мы с вами сегодня приручили альфа-виверночку. Приручили робот Рекса раньше. Я его, на самом деле, записывал на протяжении одного дня. Но одну часть утром, вторую часть вечером. Так, по возможности, как вышло. Соответственно, следующий выпуск я уже буду записывать, наверное, не на этом сервере, а на своём отдельном закрытом. Так, где я нахожусь? Мне нужно направо. Окей. Следующий выпуск я буду уже записывать на своём закрытом сервере. Потому что здесь это очень-очень для меня сложно. Я трачу гораздо больше времени. Ммм. Ммм. Робот. Робот-мазазавр. А почему он прирученный? Походу, Монадесу приручила робота-мазазавра. Прикольненько. Слушайте, он классно выглядит. Я даже не знал, что здесь такое есть. Ну так вот. Я хочу просто делать нормальное выживание, как это я всегда делаю. Где мы с вами движемся. Из точки А в точку Б. От стадии, когда у нас ничего нету, постепенно продвигаясь, изучая животных. Изучая, как они приручаются. Какие лучше всего средства против них использовать. И продвигаемся всё к более и более, более, более сильным животным. А на этом сервере, конечно же, у меня просто сейчас этого сделать не получится. Это удобно делать только на том серваке, где играешь либо ты один, либо там с двумя, тремя другими людьми. И всё. То есть это самый максимум. Потому что, сами понимаете, не так много времени на запись. Но я надеюсь, что вам этот выпуск понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на многое, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. В понедельник, 15 числа, скорее всего, будет стрим. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем выпуске.